Ну, как, в принципе, у любого человека. У меня есть папа. Папа у меня замечательный. Папа военный. И когда была маленькая, мне все время казалось, что другим девочкам отцы уделяют больше внимания. Там, о серии, что там каких-то дарят плюшевых лошадей, там они хотят пони, им дарят пони. Вот. У меня папа в связи со спецификой своей работы дома, когда я была маленькая, бывала редко. И поэтому у всяких пони я была обделена. Мне казалось, что я вот обделена отцовской любовью. Но на самом деле она проявилась потом, когда уже осознанный возраст, когда ты понимаешь, что происходит. Когда я попала во все движение, потом, разумеется, начались разъезды, сборы, все это в большом количестве. И когда я родителям рассказываю, там, типа, вот, я там еду на новый фестиваль, еду в далекие места, папа всегда говорит, ну, и езжайте. Но при этом он всегда спрашивает, куда я еду, какое место. Он всегда соберет, всегда отвезет. Не важно, 6 утра, 3 часа ночи, там, 10 часов вечера. Вот, вот, я уже вот повзрослев, поняла, что для меня отцовская любовь, это вот это вот его такая забота. Он может нечасто говорить именно те слова, что там, я тебя люблю, но при этом не было ни разу, чтобы отец отказывал мне в какой-то вот помощи. Потому что, если он может мне отвезти, он отвезет. Я знаю, что папа всегда защитит, даже если его рядом нету. У меня особенный папа, я считаю. Вот. Он научил мне очень много хорошему. Пускай он в этом и не признается. Все говорят, что я похожа на маму внешне. Ну, это правда. Вот я, в принципе, мамина дочка. Но отцовская забота, отцовская любовь, которая есть, она ощущается. И ощущается, и понимается она вот уже с возрастом, когда я стала постарше. Вот. У меня хороший папа.